так друзья доделал я свой самокат вчера покатался немножко что могу сказать первые же испытания выявили кое-какие недостатки ну первое чтобы я сказал какие косяки у меня вышли вот на окна поставил я вот такую пленку пвх оконка кто будет делать может чтобы была информация вот когда на нее смотришь вертикально через нее очень хорошо видно в общем на форточки на боковые ставить ее милое дело а вот на лобовом стекле при таком наклоне она очень сильно искажает то есть через нее очень плохо видно придется ее менять то есть вставить поликарбонат или оргстекло но менять ее придется обязательно под поскольку видно через нее очень плохо вот через вот эти боковые еще более-менее видно я их наверное оставлю а вверх придется менять вот кабинку обшил вот таким вот тентом пятнистым камуфлированным но для того чтобы выглядел так скажем поинтереснее немножко по конструкции что я накосячил сделал развесовку на этом болотоходе для в основном весь вес на заднюю ось какой какой косяк допустила конструкция самый основной вот самый главный у меня косяк ошибся с развесовкой этого аппарата для устойчивости сделал развесовку полностью на заднюю ось перед практически не загружен в результате что у меня получилось какой косяк в общем когда едешь и под переднее колесо попадает какой-нибудь муравейник передок подкидывает вверх может закинуть его на метр в высоту когда садишься смещаешься немножко вперед такой эффект пропадает то есть мне нужно сместить маленько заднюю ось то есть сегодня займусь буду делать новые рычаги и развесовку изменю потом мы его для чего делали в общем для того чтобы можно было у нас котлован выехать весной на лед то есть съехать со льда там по воде проплыть в общем то для этого только он и был сделан там болото на нем штурмовать тяги не хватит этого мотора а вот именно доехать вот весной в распутицу когда машина режет не едет на нем доехать до озера и на само озеро выехать в общем то с этой задачей он справляется вчера заезжал на лед заехал кстати винт поставил здесь с тягой где-то у меня 58 килограмм он с глушителем тянет специально поставил самый такой поганый винт чтобы проверить в общем с малой тягой какие у него будут возможности даже с этой тягой он в общем без проблем выехал на лед с воды на лед он выезжает а вот со спуском со льда в воду вышли некоторые проблемы вот это в основном из-за развесовки у меня слишком загружен зад и получается при съезде в воду получился нырок и при нырке немножко цепанул я лед винтом ну винт не повредил только чиркнул немножко то есть льда винт достал я думаю в этот эффект у нас уйдет я смещу заднюю ось немножко назад центровка у нас будет маленько смещена потом немножко приподниму его на подвеске чуть-чуть и думаю эта проблема у нас исчезнет но лучше со льда когда съезжаешь вообще его заглушить чтобы он скатился в воду потом завел и дальше поплыл так скорее всего винт будет в большей сохранности почему потому что когда съезжаешь со льда проблема даже не в том что он в прыжке достает лед а край льда тонкого обламывается и колесами его как бы подтапливает и край льда выходит из воды вот так поднимается и может достать винт то есть когда съезжаешь с воды скорее всего особенно если где-нибудь далеко от дома лучше все-таки заглушил скатился в воду завел и поплыл а заезжать он без проблем заезжает то есть этой задачей он справился несмотря на амортизацию выехал у нас вчера было подморожено все выехал на пахоту на шишки ну реально колотит трясет не помогает ни камеры не амортизация то есть все равно бьет у меня здесь стоят москвичевские амортизаторы спиритка белоруссия по моему делает но держат они вообще жестко то есть желательно бы наверное амортизаторы тоже заменить какие-то помягче поставить то есть подвеска работает держит все хорошо но держит по моему чересчур сильно хотя амортизатор односторонний то есть на амортизацию должен бы вроде бы срабатывать хорошо но тем не менее вот руками берешь его он амортизирует то есть проблем нету но вниз провалился а вверх очень долго поднимается то есть мне наверное придется амортизатор все-таки менять колеса я уже говорил какие у нас стоят в первом ролике это смаза с лопотника камеры то есть размер сейчас я найду скажу размер у нее 1300 на 533 на 530 по моему что-то я не вижу где они у нас те размеры и размеры а вот они видно будет 33 хочу по этим камерам могу сказать заявленный вес у них 14 килограмм по моему я смотрел там по прайсу в реале дома взвесил 1 получилось 16 килограмм 1 17 с половиной 1 17 100 и попался мне вот такой косяк камера то есть вот видите шишка торчит то есть мне пришлось дополнительную веревку поставить иначе бы вообще здесь вот такой бугор был то есть в одном месте она тонкая вся камера хорошо сделано толстая а вот одно место попалось но такие косяки случаются к сожалению не знаю воде походит а две камеры такого более-менее приличного качества то есть без вот таких косяков зашнурована просто веревкой в общем не первый раз так делаю вот на таком самокате в общем эти веревки ходят сезона на них отъездить можно перешнуровываются потом буквально там за 20 минут колесо можно перешнуровать не проблема не вижу смысла здесь сделать там ремни какие-то городить в общем на веревках веревки не труд камеру по крайней мере вот с таким диском не труд а когда диск ставить широкий широкую площадку то веревки вот эти места начинают тереть то есть вот на таком диске не труд не протирают камеры вообще даже не натирает не грязь ничего то есть нормально все ходит пробовал я делать вот таким расширители и также веревками шнуровать все вот эти места начинают протирать что сказать по движку по тяге батл лотоход получился килограмм 180 где-то я так посчитал тяги 60 килограмм конечно маловато то есть ну вот по вот такой вот местности ездить вполне то есть хватает он едет практически на холостых оборотах плывет тоже на холостых плывет кстати километров на на 78 час газа давать бесполезно скорость он не набирает его только притапливает и все то есть на холостом ходу он плывет даже лучше думал не будет рулиться из-за того что у нас одно колесо впереди но оказалось что трехколесник рулится лучше на воде чем четырехколесник для меня оказалось это сюрпризом я думал что рулить он будет очень плохо оказалось нет наоборот он рулит лучше то есть радиус разворота у него на воде в общем-то приемлемый тягиваю 60 килограмм и ему явно не хватит ездить по скажем в болото если залезть и куда-то в качкарник он там не вытянет то есть ему нужно тяга килограмм 120 ну это уже другая винтомоторная болото в реальное болото на нем не полезешь это вот именно скажем на охоту съездить это вот до озера добраться до болота можно в само болото заехать но если заезд есть не качкарник там такого чтобы спуститься вот так и где-то к камышу прижаться можно где-то по лабзи какой-то ехать в качкарнике не вытянет однозначно не вытянет будет очень тяжело идти не знаю хотел проплыть сейчас ледок маленько стоит замерзла сегодня за ночь но боюсь что он мне заглохнет аккумулятор не стоит если заглохнет в общем не придется ждать когда лед растает и поднесет меня ветром к берегу видео по катушками то я еще поснимаю по выложу в общем проверим мы еще все его возможности выявим все недостатки такой конструкции но в целом аппарат прикольный двигаться на нем можно ну если не переоценивать его возможности и кстати по деньгам построить такой аппарат ну я не знаю что можно построить дешевле в общем то тут если есть у вас винтомоторная такая такие винтомоторные уже у многих есть в общем вот это вот сама коляска ну тысяч 20-25 обойдется в общем то цена более менее приличного телефона ладно возможно сейчас заведу хотя бы по земле прокачусь не знаю рисковать не рисковать воду заезжать ну плывет он нормально хорошо единственно зад подтапливается немножко потому что вес весь на жопе а так плывет неплохо а сейчас покажу как у меня в кабине устроен удобные дверки сиденье руль тормоз и место под аккумулятор сделал сейчас аккумулятор поставить проводку провести и в общем то все вот через пленку видно что-то мне опять фокус пропал через боковую вот пленку хорошо видно а вот через лобовую уже искажает искажает достаточно сильно она частная на заведу чуть-чуть маленько проедем трогается с малых в общем и едет на холостых то есть потихонечку ездить можно будет экономично достаточно так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По тонкому льду разворачивается на месте, рулится хорошо... Ну вот, дорожку проломали... Дорога пробита, плывет очень легко, прям скорость набирает... Клавда подруливает... Подруливает немножко, если на свежий лёд выезжает... А так идёт... Сейчас, наверное, попрошу кого-нибудь, чтобы со стороны поснимали... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok